Сегодня у нас будет расклад на каких отношений он хочет с тобой. Вот такая вот тема. Просто это очень актуальная тема тем, кто, например, в отношениях не понимает, что же хочет партнер на самом деле. Вы, например, от него хотите брака и детей, а он, к примеру, не дает понимания и не дает конкретики даже в словесном разговоре, что же он хочет. Для этого есть карты Таро и, конечно же, потомственные гадалки, которые могут все рассказать, мысли человека и всю правду доложить по картам Таро. Давайте посмотрим сегодня на замечательной колоде венецианского Таро, на два варианта, каких отношений он хочет с тобой прямо сейчас. Загадай человека, нажми мне лайк для энергообмена, чтобы я не грустила. И карты уже хотят говорить. Карта Ерафанта вышла. Девочки, кто там? Мужчина здесь торопится в брак с вами. Давайте выясним. Возможно, эта карта выйдет снова. Два варианта. Думай о человеке, напиши его имя в комментариях, напиши о ситуации, я прочитаю, мне очень интересно. И напоминаю о том, что общие расклады не являются индивидуальными. Чтобы записаться, нажми на ссылку Таплинк, если ты находишься в Инстаграме. Если ты смотришь меня в Ютубе, это связь через Ватсап и Телеграм. И в Телеграм-канале тоже всегда есть информация обо мне и связи со мной. Я Таро-Ведьма. Делаю расклады уже очень много лет. Порядка семи лет. И ритуалы уже больше пяти лет. Магические ритуалы это чистки, обратки врагам. Это защиты. Это, конечно, денежные ритуалы. Ритуалы через погост. Переклады болезней. Любовная магия. Поехали. Первый и второй вариант. Все-таки каких отношений он хочет? Мы посмотрим первую карту. Это сигнификация отношений. Мужчина. Какой здесь мужчина у нас придет на вариант? И дальше посмотрим, каких отношений он хочет с тобой. Каких отношений? Я буду дополнять карты. У меня сейчас на столе здесь еще есть две колоды. Поэтому, если будет что-то мне интересно, я дополню. Поэтому первый и второй вариант. Смотрим, каких отношений он хочет с тобой прямо сейчас. Не будем смотреть куда-то на будущее, а прямо сейчас. Какие у него желания? Первый и второй вариант. Первый вариант. Приветствую вас. Посмотрим, каких отношений он хочет сейчас с тобой. Да, один старший аркан силы есть. И я могу сказать, что сильное влечение у кого-то может быть сейчас. Ты к нему очень привязана. Он к тебе в сексуальном плане очень так пышет и привязан. И у кого-то может быть сейчас такой период конфетно-букетного периода. Но есть одна настораживающая карта. Что у вас сейчас идет такая борьба. Кто кого укротит? Кто над кем возьмет шефство? Пока здесь, конечно, женщина ведет на поводке мужчину в маске льва. Но мужчина здесь у вас такой, понимаете, как Казанова. Пока карты отображают о том, что он себя больше позиционирует как ваш любовник, как ваш поклонник, как мужчина, который занимается с тобой интимом. Если еще интима не было, то он к этому ведет. И карты напоминают о том, что мужчина здесь не прочь еще и даже войти в любовный треугольник. То есть иногда это карта рыцаря кубков, посмотрите, мужчина с двумя женщинами. Поэтому кому актуальна такая ситуация с любовными треугольниками, с непонятной ситуацией, что мужчина появляется и пропадает, как-то не дает какой-то конкретики. Вот тут четко карты показывают, что пока у вас такая вот здесь ситуация. Что это любовник, что это поклонник, вы проводите время, вам прикольно, но отношения он хочет скорее больше фривольных. Это свободные отношения и построенные скорее больше девочки на сексе. Будем говорить откровенно. Я дополню на другом таро. Каких отношений он хочет с тобой прямо сейчас? Да, тут тоже, да, очень сильно резонирует, девочки. Ситуация любовного треугольника. У кого мужчина пока, например, не свободный, либо вы, дама, не свободная. Здесь фигурируют семейные карты. Но так как мы смотрим сейчас людей, которые не состоят в браке, то, видите, два раза карта рыцаря кубков говорит о том, что он пока все-таки действительно в статусе вашего любовника. То есть ему нравятся встречи, ему нравятся общения, ему нравятся романтические встречи. Возможно, вы действительно сидите, выпиваете, болтаете, проводите время в постели. Но, еще раз повторяю, это любовник. Поэтому пока каких отношений он хочет с вами? Романтичных, но больше заточенных просто на общение. Еще раз напоминаю, у кого ситуация здесь связана с любовными треугольниками, либо вы, дама, не свободная, либо он не свободный, есть у него семья. На это обращайте внимание. Это игнорировать никак нельзя. Поэтому ко мне часто и приходят на расклады любовный треугольник, либо жена и любовница, для того, чтобы прояснить, что он планирует с женой, и что он планирует с вами. Для того, чтобы не тратить время впустую. Поэтому сейчас пока очень сильно резонирует, раз у нас две карты одинаковые по разным колодам, рыцарь кубков – это любовник. Поэтому каких отношений он хочет, предельно ясно, и больше, в принципе, здесь нечего выяснять. И у вас даже на эту тему могут быть какие-то распри, разговоры, если они уже были. Но вот пока, можно сказать, у вас такая вот борьба происходит, кто кого добьется, и кто кого, конечно, здесь укротит. Поэтому так, кошечки, поехали дальше. И второй вариант всё-таки. Каких отношений он хочет с вами? Сейчас тот, кто загадал второй вариант. Каких отношений он хочет с вами? Здесь, в принципе, есть карта тоже очень позитивная. Это Туз Пентакли о том, что он видит потенциалы и перспективы на развитие ваших отношений. Но мужчина здесь такой достаточно, знаете, пока запутавшийся. Почему? Мечевая стихия у нас здесь вышла. Стихия мечей – это как раз-таки мысли, это сомнения. И здесь действительно на картинке даже показано, что мужчина закрывает глаза. Он пока не готов принимать важные решения. И иногда реагирует очень остро на какие-то претензии в его адрес, на какие-то вещи. Он готов ухаживать, он готов писать тебе в социальных сетях, что-то доказывать. Но пока я могу сказать, что особо-то вот таких карт, что он видит тебя, например, в статусе своей жены на сегодняшний момент, пока такого нет. То есть каких отношений он хочет, если перевести эти карты, видит потенциал, но пока не знает толком, кто вы друг другу. Давайте уточним. Карты проявите по второму варианту. Каких отношений он хочет по второму варианту мужчина прямо сейчас с той женщиной, которая меня смотрит. Тоже отыграется ситуация. Два старших аркана. Карты Иерафанты и карты Верховной Жрицы. Здесь в чем фишка? Он действительно может и хотеть отношений с вами, но, еще раз повторяю, кто-то может меня смотреть в статусе Верховной Жрицы, в статусе Любовницы, если, например, вы в тайных отношениях, и мужчина не свободен. Также, если мужчина, например, в прошлом был женат, не может он отпустить семью и отпустить эту ситуацию, потому что у него идет четкая карта ностальгии. Да, эмоции между вами кипят, они есть, но вот эти карты друг с другом спорят, потому что одна карта — это говорить про брак, а вторая карта — про любовницу и про тайные отношения. Поэтому кому еще раз, например, во втором варианте актуальна ситуация, что вы в статусе Любовница, а мужчина женат, пока он за такие отношения, которые я озвучила, что не видит пока перспектив именно в плане вхождения в брак, потому что уже он, у него есть другой женщина и видит вас в статусе тайных отношений по Верховной Жрице. Поэтому, девочки, здесь разберитесь, в чем, например, вы себя можете обманывать, и в чем он, например, может вводить вас в иллюзии, потому что вроде бы и видит эти перспективы, но прошлое пока и те отношения, которые есть, могут ему мешать. Давайте еще уточним совет от карт на этого мужчину, каких отношений он хочет сейчас. Да, да, здесь пока понятно, что у мужчины сексуальный интерес, горит фаллический орган, да, он вроде бы действительно здесь как мотылек на тебя летит, потому что привлекаешь ты его как огненная женщина, как женщина, которая возбуждает, наполняет мужчину сексуальной энергетикой, но далеко, как говорится, на страсти и на сексе, девочки, мы не уезжаем. Этого иногда мало. Поэтому здесь могу так сказать, обязательно личная диагностика на моменты любовных треугольников. Если, например, вы не в курсе и хотели бы покопаться действительно в мыслях и планах человека, пока я могу сказать, что больше его устраивают те отношения, которые есть, на сексуальной, например, почве, на тайных отношениях. И есть такие моменты, которые мужчину оттягивают немножко от вас в сторону. Я их, в принципе, вам озвучила. Желаю вам добра. Ваша вторая ведьма. Жду на раскладах и ритуалах.